Всем привет! В этом видео поговорим о том, что генсек НАТО сообщил, что ситуация на поле боя для Украины ухудшилась. Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на которой неожиданно для западных журналистов сообщил о тяжелом положении на фронте ВСУ. Ситуация для украинской армии, по словам Столтенберга, складывается сложнее, чем ожидало НАТОвское военное командование. Российская армия перешла в наступление. Особенно тяжелой представляется генсеку ситуация для УСУ на Авдеевском направлении, которая может привести к окружению украинских воинских частей и соединений. Отмечу, что месяцем ранее британская газета «Гарден» на основе опроса некоторых европейских экспертов пришла к противоположному выводу. Британские журналисты тогда сообщали, что российская армия находится на последнем издыхании, поскольку с начала конфликта понесла чудовищные потери в живой силе, которые превысили якобы 500 тысяч человек убитыми. Столтенберг сообщил, что по его данным Россия не планирует вступать в мирные переговоры с украинским руководством, начав наступательную операцию на некоторых направлениях. Тот факт, что положение украинской армии ухудшилось, говорит о том, что Украине требуется усиленная военная поддержка со стороны западных стран. Столтенберг вновь заявил о том, что Путин не должен победить, поскольку поражение Украины ослабит блок НАТО. При этом страны НАТО ухудшающееся положение украинской армии на фронте как будто не сильно беспокоят. Об этом свидетельствует сокращение поставок в СУ западной военной техники и боеприпасов. В марте этого года Европарламент принял решение о передаче Украине одного миллиона боеприпасов. На этой же неделе министр обороны Германии заявил, что предыдущий план военной поддержки Украины европейскими союзниками не был реалистичным. Глава европейской дипломатии Жазе Баррель заявил, что у него нет собственного склада боеприпасов для снабжения ВСУ. Европейский дипломат отметил, что страны Европы передадут Украине 300 тысяч снарядов вместо одного миллиона. Это лучше, чем ничего. В прошлом месяце Баррель обещал киевскому руководству, что попытается выбить от европейских стран согласия на оказание ВСУ ограниченной по объему военной помощи в следующем году на сумму в 5 миллиардов евро. Однако после того, как против указанной инициативы выступили Венгрия, Польша, Словакия, Германия, разговоры о новой военной поддержке незалежной в Европе постепенно сошли на нет.